Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Хранить ли тайну усыновления или рассказать ребенку правду? Вопрос непростой, не зря. В Мудрый Сирах пишет, ни на кого не налагай лишнего и ничего не делай без рассуждения. Мне кажется, что не надо никому ничего рассказывать. Ни друзьям, ни родственникам, ни даже собственным родителям, ни уж тем более ребенку. Потому что вы на самом деле сломаете ему жизнь, которая будет всегда, в каждый день его жизни, проходить под знамением, кто же я на самом деле, кто мы настоящие родители. Это любопытство будет с ним ежечасно, ежеминутно, ежесекундно, которое будет настолько заполнять его время, его жизнь, что все остальное будет валиться с рук. В конечном итоге все перестанет иметь какой-либо смысл. Потому что какой может быть смысл, в чем любо-то ни было, из того, что он делает, если нет смысла в его жизни. А он без рода, без племени. Его отвергла мать. А почему? Может, наверное, я виноват. А ждала ли она эту беременность? Наверное, не ждала. Я 9 месяцев находился под гнетом нежеланного ребенка. Может быть, потому и всем и неприятности в жизни. Ну и так далее. Можно накрутить себя так и надраматизировать ситуацию так, что из жизни захочется лишиться. Поэтому не усугубляйте. Не надо. Пусть эта тайна уйдет вместе с вами. Потому что если вы перед смертью скажете, деточка, подойди ко мне, знаешь, я не твоя мать. Это будет удар, который он может не пережить. Вот как есть, пусть так и будет. Вы его воспитали, вы его вырастили, пеленки меняли, любили, целовали. Первые шажочки, возможно, видели. Вы дали ему все то, что не дала родная мать. Слава Богу, что она родила, а не сделала аборт. И жизнь вашему сыну подарила. Не смогла воспитать. Оставим это на ее совести. Лучше, повторюсь, родить и отдать, нежели сделать аборт. Уже за это ей большое спасибо. А вы живите. И живите с этим дальше. Да, иногда сложно человеку сохранить тайну. Хочется выйти на озеро и крикнуть «У царя Медаса ослины уши!». Ну, рано или поздно какой-нибудь пастук сделает себе свистульку, сделает сопилочку, дудочку. И эта дудочка всему миру поведает о том, что у царя Медаса ослины уши, а ваш ребенок усыновленный. Знает одну замечательную семью, которая, зная о всех этих нюансах, перед тем, как усыновить ребенка на 3-х или 4-х месячных, или совсем еще даже меньше, на полгода уехали далеко-далеко от всех своих знакомых, всех своих родных, от родителей. И вернулись с маленьким ребеночком. Да, ему где-то около месяца было, совсем только-только родился. Говорит, ну вот, я уехала, была совсем маленьким пузиком, на малом сроке беременности, не было видно. Вот, ну а там так сложилось, ну вот родили. Вот даже документы с этого роддома, они, не помню там все эти юридические тонкости, но ее мать, ее отец считают, что это ее родной ребенок. Муж молчит, мать молчит. Ребенок так и проживет всю сознательную жизнь, как настоящий сын этих родителей. Есть такая правда, которую знать не надо, которая не принесет пользы никому. Думается мне, что, может быть, есть такие ситуации, когда вдруг объявляется настоящая мать. Ну, это более актуально, наверное, для детей, усыновленных в достаточно взрослом возрасте, которые прожили до 5, до 7, до 12 лет в детском доме и знают своих родителей. Там другая психологическая ситуация. А что касается усыновленных младенцев, наверное, ставьте, как есть. Такое мое мнение. Вы можете со мной поспорить. Для этого есть комментарии. Я с удовольствием их прочитаю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!